Высочайшая йога Васиштхи. Книга пятая. Упощама Пракорана. Об окончании. Перевод санскрита. С вами не Ведьянанды Сарасвати. Сарга первая. О каждодневных действиях. Васиштха продолжил. Теперь, выслушав книгу о существовании, слушай следующую книгу об окончании, поняв которую, ты обретешь нирвану. Валменький сказал. Высокое собрание внимало очищающим речам Васиштхи в сосредоточенности, подобной неподвижности осеннего неба, усыпанного звездами. В молчании присутствующие в собрании короли обратились вслух, неподвижные, как множество лотосов, не колышемых ветром. Красавицы Карема оставили свои кокетливые игры и погрузились в созерцательность, как будто долго практиковавшие аскеты. Прислушиваясь, они приложили руки к ушам, как лебеди, склоняющиеся к лотосам, застыв, как замокшие птицы на ветвях деревьев. В задумчивости, приложив палец к кончику носа, короли были погружены в размышления об истине. Рама сиял, подобно лотосу, на рассвете, и его печали пропали, как тьма пропадает при восходе солнца. Король Дошаратка с восторгом внимал словам Васишки, как павлин внимает грому дождевых туч. Министр старательно слушался мудрой речи, заставив непоседливую обезьяну разума отвернуться от всех наслаждений. От просветляющих слов Васишки, искусный во всех науках Лакшмана, сиял внутренним светом Атмана, подобно чистой луне. Разум, подобного полной луне Шатрукхны, победителя врагов, наполнился полнотой и блаженством. Разум министра Сумитры, обычно погруженный в печали, стал послушным ему, и его сердце раскрылось подобно цветку лотоса. Драгоценные камни разумов других мудрецов и предводителей были очищены и отполированы мудрыми речами. В полдень загудели раковины. Их звук был подобен реву ужасного океана. Этот звук наполнял пространство, как грохот могучих туч разрушения Вселенной. Их громкие звуки заглушали голос мудреца, как гром грозовых туч заглушает кукование кукушки. Тогда мудрец прекратил свои речи, ибо какой мудрый будет говорить, когда волнение преобладает над сутью? Через минуту, когда звуки, извещающие о наступлении полудня, утихли, и громкий шум прекратился, мудрец обратился к Раме. О, Рама! Я закончил объяснение на сегодня. Завтра я продолжу свои речи. О, победитель врагов! В этом мире дважды рожденным заповедано соблюдать полуденные ритуалы, и не стоит этим пренебрегать. О, прекрасный Рама! Ты тоже поднимайся для выполнения всех необходимых ритуалов, хорошо тебе знакомых, омовения, молитв, святых подношений и прочих. Сказав это, мудрец поднялся со своего места, и с ним поднялся король Дошарадха. Они поднялись, подобно луне и солнцу, над склонами гор. Вместе с ними тихо поднялось и все собрание, как будто по полю лотосов с черными пчелами глаз прошло дуновение ветра. Собрание было похоже на процессию слонов на горе Сандхе, украшенных гирляндами гудящих пчел, покачивающих хоботами рук. От столкновений тел звенели браслеты на руках, и их розовый блеск напоминал собой красный закат на вершине горы Сандхе. Перезвон украшений смешивался с гудением пчел. Отблески от корон и диадем наполняли небо разноцветными радугами. Девушки, обмахивающие опахалами королей и принцев, были подобны окружающему могучих слонов, волнующемуся лесу лиан со цветами веров среди листьев рук. Браслеты и украшения своим блеском окрасили пространство в красный цвет. И от этого все оказалось покрытым принесенными ветром красными цветами лесов, деревьев, мандарок. Присутствующие были подобны сияющим облакам чистейшей камфоры. И вся земля была покрыта молодой травой и осенними цветами. Драгоценные камни, украшающие короны принцев, окрасили небеса в розовый цвет наступающего вечера, когда все дневные дела заканчиваются и закрываются цветы водяных лилий. Многочисленные лица среди качающихся украшений напоминали собой лотосы, и звон браслетов на ногах красавиц, был подобен гудению пчел вокруг их цветов. В собрании короли и принцы поднимались, как сотни горных пиков, и живое колышущееся море людей было похоже на новое творение. Поклонившись, короли и принцы разошлись из дворца, и, украшающие их драгоценные камни, испускали разноцветные радуги, сияя, как волны, на поверхности океана. Сумантра и другие министры, понимающие сущность мудрости, поклонились Васиштхе и королю и разошлись для омовений. Мудрецы Вама-дева, Вишва-митра и другие, поклонившись Васиштхе, ожидали его, чтобы пропустить первым. Король Дашарадха поклонился собранию мудрецов и распустил их по своим делам. Лесные обитатели вернулись в лес, небожители на небеса, жители города в город для того, чтобы на следующее утро опять возвратиться. По просьбе короля и Васиштхе, уважаемый Вишва-митра, провел ночь в обители Васиштхе. Затем все почтенные брамины, короли и мудрецы, а также Рама и другие принцы-наследники Дашарадхе, поклонились Васиштхе, и он последовал свой ашрам среди поклонов всех окружающих и сопровождающих, подобно лотоса, рожденному Брахме, следующему свою обитель в сопровождении множества богов. Там он опустил Раму и других принцев рода Дашарадхе, снова припавших к его ногам. Распустив всех по их соответствующим обителям, будь это в небесах, на земле или под ней, он, следуя своим благородным качествам, у себя дома тоже занялся выполнением предписанных дважды рожденным ежедневных ритуалов. Этим заканчивается сарга первая о каждодневных действиях книги пятой об окончании Маха Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной в Аммике.